МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Российский разведывательный корабль затонул у Черноморского побережья Турции. Депутаты Европарламента требуют перевезти ЗИТулаева в Украину. Умер бывший крымский политик Лев Миримский. 27 апреля, 1155-й день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. Добрый вечер. Российский разведывательный корабль затонул у Черноморского побережья Турции. Судно столкнулось с грузовым кораблем, перевозившим скот. Турецкая береговая охрана эвакуировала все 78 членов экипажа, сообщает Хюриет Дель Ньюс. Двух свидетелей по делу Ахтема Чайгоза допросили на 110-м судебном заседании в Симферополе. В частности, сервер Асанов Эрнас Мустафаев опровергли причастность Чайгоза к организации беспорядков на митинге 26 февраля 2014-го. Они видели главу Меджли Сарифата Чубарова и его заместителя Ахтема Чайгоза. Призывов к противоправным действиям от них не слышали. Несколько раз он видел Ахтема Чайгоза. Тот не совершал никаких противоправных действий. Не делал никаких знаков, не давал никаких команд. Он показал о том, что пророссийские митингующие начали активные действия провокационного характера, бросали пластиковые бутылки. Он видел, как пророссийские митингующие пытались отнять флаги у проукраинских митингующих. Депутаты Европарламента требуют перевести осужденного в России Руслана Зитуллаева в Украину. Под соответствующим заявлением подписались 11 депутатов Европарламента, передает Униан. Депутаты требуют обеспечить крымскому татарину немедленное медицинское обследование и госпитализацию в связи с голодовкой. 4 апреля он начал сухую голодовку, которая продолжалась 22 дня и завершилась накануне. Вчера Североокружный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Зитуллаева к 12 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации севастопольского отделения Хизбут-Тахрир, признанной в России террористической. Бывший политзаключенный, отсидевший в российской тюрьме 767 дней Геннадий Афанасьев в Лондоне, рассказал о своем аресте и пытках. Крымчанин после лекции в парламенте Великобритании в интервью призвал украинцев оставаться в Крыму. Геннадий Афанасьев, руководитель Геннадий Афанасьев, Суд продлил на два месяца меру пресечения для Романа Насырова по ходатайству специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эксглаву фискальной службы Украины подозревают в нанесении ущерба государству в размере 2 миллиардов гривен. В начале марта суд арестовал Насырова на два месяца с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. Через несколько дней родственники внесли необходимую сумму и он вышел из СИЗО. Ваши парламенту поїда за межу карлину в плане делегації до іншої карлины. Роман Михайлович, хто з ваших дітей запитував, что это вас на носі, как вы это пояснили? Старший сын уже запитував, я сказав, что это кроки выменивать. Когда была внесена застава паном Насыровым, и обязательство обвинения выполнено в связи с электронной браслетой, мы спросили, куда именно, где семья живет в селе, где он живет, под Киевом, или в Киеве, где он зарестрировался. Пан Насыров выбрал именно Киев, поэтому до нас вопрос в этом плане никаких не может быть. Еще два месяца паспорты должны перебывать в Державной миграционной службе Украины, как это было установлено при обороне запобежного захода. Девять месяцев Оксана Захтей не видела своего мужа Андрея Захтея, которого Россия обвиняет в подготовке терактов в Крыму. Женщина рассказывает, что в СБУ не реагирует на ее обращение. Я в СБУ написала звернение, вот недавно написала. Я говорю, ну, ну, откуда уже человек затримал, я не вижу никакой реакции взагалі. Ну, сколько у нас же там человек есть, вот этих поліцзаключенных, я не вижу, чтобы якась реакция была. Мы створили группу, родичи поліцзаключенных Кремля, мы створили группу, нигде достукаться не можем. З Украины закидают, что он агент ФСБ, что он чуть-чуть посидит, потом ему там дадут пенсию. Ну, все-таки, а с Руси, он и России не потрібен, потому что он не агент ФСБ. Ну, и выпадает, и Украине не потрібен. 10 августа 2016 года ФСБ России по подозрению в якобы подготовке теракта задержало Захтея и еще одного украинца Евгения Панова. Позже их вывезли из Крыма в Москву. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Лидер радикальной партии Ляшко с камерами и журналистами посетил руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого. Из кабинета велась прямая трансляция. Олег Ляшко обвинил Назара Холодницкого в политическом преследовании. Во вторник в специализированной антикоррупционной прокуратуре Ляшко по подозрению в незаконном обогащении допрашивали 4 часа. Если вы ганяете за дребною рыбой, то вы показываете украинцам. Скажите мне, пожалуйста, что в вашем... Не дергайте, это народный депутат Львова. Не дергайте, не дергайте. Назар Иванович, Назар Иванович, приближний дергай. Я задаю вам дуже просте питание. Вы специализированный антикоррупционный прокуратур. Поясните мне, народному депутату Украины, посетите украинца, поясните Аль-Джазири, яка у вас тут, он, канали украинские под тим стоять, под вашим САПом, вы их не пускаете. Аль-Джазиру вы пустили. Поясните им, будь ласка, Назар Иванович, что у вас робит аппарат президента Украины в вашем кабинете? Для чего вам, антикоррупционный прокурор, телефон, прямой связок с президентом Украины? Вот для начала. А потом я вам задам усі другие вопросы. Смотрите, не вы на допустите. Назар Иванович, для чего вам связок с президентом? Как и телефоны, и другие. Вы, как держслужбовник, депутат, вы также их имеете. С президентом нет у меня. Я не антикоррупционный прокурор. Это телефон, который установил Держспецзвязок. Я задаю вам, для чего антикоррупционный прокурор связок с президентом? Это телефон, как и другие, установлены Держспецзвязком. Все, я не знаю, чего вы... Вы используете СМТ? Нет. Не используете. То есть у вас просто свои телефоны, которым вы не используете? Да, именно так. Вы выполняете политические замовления, и именно по этому президентскому телефону вам звонят и отдают эти замовления. Киевляне бастовали против Трудового кодекса в Киеве. Около тысячи человек прошли маршем от Министерства соцполитики Украины в Кабмин. Требовали защиты трудового права, организовать достойные условия труда, повысить пенсии и зарплаты, и не ставить проект Трудового кодекса на рассмотрение парламента. Мы, 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 мы... Революция! Революция! Нет, Рабскому трудовому кодексу! Нет, Рабскому трудовому кодексу! А наиболее жахливая 92-го статья, по тому, яке высунутое 22.05-го. Там можно звенить женщину с дитиною до 15-ти роков за то, что она имеет какую-то аморальную поведенку на стороне. Что такое аморальная поведенка? Трудовому кодексу не имеет нормы аморальной поведенки. Умер экс-депутат Крымского парламента 7-го созыва бизнесмен Лев Миримский. Эту информацию подтвердил народный депутат Украины Сергей Куницын. Экс-глава Верховного Совета Крыма Леонид Грач сообщил, что Миримский умер в Киеве после сердечного приступа. Экс-главе партии «Союз» Миримскому было 57, у него трое детей. После аннексии Крыма России оставил политику, продолжил заниматься бизнесом. Чей Донбасс? Украинский или российский? С таким вопросом журналист обратился к жителям с севера Донецка, на востоке Украины. Город подконтролен украинской властью, однако в 30 километрах находится прифронтовая зона. Рядом самопровозглашенная ЛНР. Я родилась в Атроците. Я никогда не считала, что я Россия, мы всегда считали, что это Украина. Говорим на русском языке, но так нас обучали. Если бы было принято украинская мова, мы бы разговаривали украинскую мову. С тем, с кем я общаюсь, за Украиной. Я считаю, Донбасс, по идее, это Украина, как она была в составе. А сейчас просто власть имущие между собой делят и людей в это втравливают. Это все из России начался, наш конфликт. На Донбассе. На Донбассе это Украина, все. Как вы знаете, сейчас, наверное, мы все равно ходим. На правительство у нас просто так получилось. Если бы в Украине было нормальное, по вашему мини-правительство, я бы сейчас вернусь, и будет все замечательно. Донбасс это Украина была, есть и будет Украина. Это изначально была территория Украины. Я считаю, это вообще... Зачем забирать территорию Украины? Значит, Донбасс и Украина. Вот так вот, да? Я еще помню те времена, когда вы тут все разговаривали на украинском. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказал о том, как Россия готовится к выборам президента. Он считает, что Путин планирует победить на президентских выборах с явкой 70%, чтобы получить поддержку более половины жителей страны. Если явка будет ниже, это будет означать, говорит Пономарев, что за Путина проголосует меньшее количество избирателей. Выборы президента России запланированы на март следующего года. На выборах нету интриги. Раз нету интриги, нету явки. Раз нету явки на выборы, то легитимность будущего президента, она стоит под большим вопросом. Это очень сильно их беспокоит. Потому что вот этот бандитский принцип круговой пороки, что каждый должен подтверждать, если не кровью, то хотя бы ручкой, свою связь с этим режимом. Поэтому у нас администрация ставит задачу, чтобы была явка 70%, и на этих 70% явки как минимум бы 70% проголосовало за Путина. Это 70 на 70, это дает 50% соответственно населения страны. На этом пока все. Смотрите следующий выпуск новостей на украинском языке в 20.00. Через несколько минут эфир телеканала АТР продолжит программа Бугун. Хорошего вечера. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин